И как же я соскучился по съемкам? Та-дам! Это чудо! Почему это так? Зачем это здесь? Очень интересная история. Это кайф! Ничего себе концепция! Приветствую вас, друзья! Вы на канале Есть Вопрос. И как же я соскучился по съемкам? Все достаточно просто и банально. Евгения меня заменяла, пока я находился где? А, все правильно, в отпуске. За три года первый раз. Это кайф! А съездил я в Сочи. И в Сочи, поскольку со мной были дети, я сидел и думал, чем бы заняться вместе с детьми. Потому что они постоянно предлагают какую-то дичь, которая мне неинтересна. Я им тоже предлагаю, что им неинтересно. И, короче, мы сошлись на компромиссе. Пошли в музей науки. Очень интересная история. Там различные стенды, которые объясняют сложные физические законы. А если я буду стоять, то эти иголочки. Ножками заходи, обеих. Ты как ангел. Слежи. Стоит вполне недорого и классно провести время. Если кто будет в Сочи, обязательно рекомендую к посещению. А больше мне понравилось, конечно, в Москве. Но был я в этот раз в Сочи. Итак, что я там углядел? Углядел те стенды, которые мы с вами здесь на канале можем повторить. И вы, как педагоги, можете использовать в своей практике. Идея такая. Мне так кажется. Вы напишите в комментариях, прав ли я. Если вы с детьми будете делать вместе стенды, может, это будет межпредметка, когда учитель технологии делает стенд, а вы, соответственно, уже этот стенд, точнее действие этого стенда объясняете с точки зрения физики. А может быть, вы вместе на уроке физики как-то хитро там это все будете делать. В процессе дети будут задавать вопрос, почему это так, зачем это здесь. А вы им будете объяснять. То есть доступ к интересу детей у нас будет здесь и сейчас. И они больше усвоят полезных навыков. Ведь мы с вами хотим, чтобы то, что мы им говорим, усваивалось, помогало им в дальнейшей жизни. А дальше нашей стране, чтобы мы долетели, наконец, до Марса. Хорошо. Ничего себе концепция. Итак, собственно, сегодня мы с вами будем говорить про одну интересную штуку. Но я вам ее наглядно объясню. Вы напишите, опять же, в комментариях, про что мы будем делать сегодняшний стенд. Берем стакан воды. Так это было по старинке. Точнее, берем ведерко. А в него выливаем стакан воды. В нашем случае, кружку. Далее нам необходима веревка. Узелок не буду завязывать. У ведерка есть крышка. Вот так мы это все связали, отцентровали и начинаем крутить. Как вы думаете, выльется или нет? Если вы педагог знаете, что нет. Если вы юный экспериментатор, вы тоже знаете, что ничего тут не выльется, потому что что? Быстро пишем в комментариях, пока я вращаю, а то закину в вас. А может, нет. Но это не точно. Итак, вращали горизонтально, вращаем вертикально. И вода по-прежнему не выливается. Сейчас бы по щам себе сбоку не огреть. Та-дам! Это чудо! Это пять лет магии. Нет, это физика, сынок. И давайте-ка с вами прикинем, что каждому ребенку мы дали такое ведро, они начали крутить и поубивали себя. Еще и полили все это дело. Классно? Классно только цветкам, которые находятся рядом. Всем остальным достаточно печально. И сегодня мы с вами создадим классный, простой, недорогой стенд, который расскажет, что же такое центробежная сила, земное притяжение и, конечно же, центростремительное ускорение. И все кучу там с ним связано. Но делаем стенд. Раз, два, три! Погнали! Итак, друзья, для создания стенда нам нужно понимать общий его вид. Собственно, рисуем. План работ у нас такой. Первое, что мы с вами будем делать, это, собственно, идея. Второе, мы будем делать, собственно, на ЧПУ-станке. Соответственно, мы будем создавать макет. Третий шаг, это, собственно, производство. И четвертый шаг, сборка. Вот, давайте, собственно, к идее и придем. Поскольку я его видел, этот стенд, мне он очень понравился, я понял, что мы с вами легко его можем воплотить в жизнь. А выглядеть эта история будет следующим образом. Сейчас объясню, почему мы за идею возьмем именно ее. У нас будет вот такая с вами ножка. Здесь у нас основание столешницы, вокруг которой мы закрепим окружность. Точнее, круг. Внутри круга будут помещены вот такие вот. Точнее, в такие вот окошки стальные шарики. И, собственно, когда мы начнем раскручивать наш стенд, эти шарики будут подниматься вверх. Ну, мы-то с вами знаем по какому закону и почему это будет происходить. А дети будут просто развлекаться и в процессе как раз-таки развлечения у нас с вами будет возможность рассказать им, почему так происходит. А почему мы стенд делаем в данном случае вертикально? Все достаточно, друзья, просто. Потому что я еще хотел показать, что у нас с вами есть, помимо центра стремительного ускорения, а есть еще сила тяжести. Да, центра стремительного ускорения, оно в данном случае, когда мы будем раскачивать, будет направлено внутрь к центру окружности. А сила тяжести после того, как скорость у нас будет уменьшаться, будет тянуть шарики на место, то есть шарики должны принять первоначальное свое состояние. Я тут шарики неправильно нарисовал. Ничего страшного, не переживайте, мы сейчас с вами со всем разберемся. и все, что нужно, простая. Главная фишка в том, что что-то вы детям делаете, у вас есть вот то желаемое окно, благодаря которому вы имеете возможность с детьми позаниматься, поднять свой авторитет, как педагогов, и другие с ним этого не делают, дают голую теорию, а тут вы что-то руками создали, и показали, и дали покрутить, и сколько хочешь, только и крути, пока до тебя наконец не дойдет этот закон. Такие дела. Давайте, что еще нам понадобится здесь, соответственно, пишем те самые шарики, давайте 10 миллиметров найдем, 12 штук. Дальше, делать заготовки будем из какого-нибудь тонкого материала, по ходу дела определимся, и, собственно, эта штука должна быть достаточно устойчива, чтобы прослужить долгое время. Соответственно, работать по созданию макеты мы будем в программе, и потом макеты, скорее всего, выложу в программе CorelDRAW, могу сделать это в PDF, а вообще подойдет любой векторный редактор. Если вы в иллюстраторе рисуете по школьной программе, используйте его. Если еще в чем-то, хоть в арткаме, в чем хотите, в том и делайте. Я делаю в CorelDRAW. В другом не умею, все очень просто. Далее, после того, как сделаем, пойдем к нашим друзьям, чтобы вырезать всю эту историю на лазерном станке, и после этого все дело соберем. Давайте, у нас есть план, у нас есть понимание алгоритма действия, пошли воплощать жизнь. Ну что, друзья, одно дело, когда мы рисуем, другое дело, что необходимо все это дело как-то исполнить. Для этого мы будем использовать HDF, материал, 3,2 мм, и с помощью него наберем необходимую толщину. Почему его? Потому что, ну, показала практика, что для прототипирования это отличный материал. Стоит недорого, режется легко. Чем режется? Резать мы будем не лобзикой, не фрезой, а используем для этого гравировальный станок. Поскольку у нас его нет, но не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, мы воспользуемся услугами наших друзей. Попросим их, отправив предварительно в файл. Хорошо, что мы находимся рядом друг с другом, и, собственно, друзей наших зовут Робинсон. Если кому-то вдруг понадобятся услуги лазерной резки и гравировки, вы всегда можете обратиться к ним, потому что, как показывает практика, ребята делать умеют и за качество отвечают. Контакты оставляем внизу, открывайте описание и заказывайте или переходите в их социальные сети. Ну что, друзья, давайте посмотрим на те заготовки, которые, собственно, у нас с вами получились. По итогу у нас с вами есть вот такие заготовочки. Это материал называется PET. Два листа. Дальше. Четыре листа у нас, собственно, с вами вот таких штуков. Все почему? Потому что, ну, какой материал есть, тот и есть. Это же первый шаг. Если накосячим, нам надо быстро исправить. Можно было сделать и на фрезеровке, можно было сделать и из толстого материала, но это просто дольше ждать и материал стоит дороже. Далее. У нас с вами есть подставки, у нас с вами есть шайбочки в количестве двух штук и у нас с вами есть вертикальные стоики. Все это мы можем собирать с помощью клея, а можем просто скрутить. И для первого теста я предлагаю ничего не клеить, просто собирать на быструю и смотреть. Самое важное, вы спросите, а где шарики-то взять? Что мы будем сейчас подшипники разбивать? В целом, да. вы можете не разбивать подшипники, а написать подшипники, купить в Москве, еще где-то найти эту контору, прийти и, собственно, там всегда есть у них шарики. Но, поскольку я такой же человек, как и вы, и сталкиваюсь с теми же проблемами, я подумал, где я могу найти, у нас же куча сейчас с вами различных гипермаркетов, есть онлайн гипермаркетов, и пока я гуглю шарики диаметром 10 миллиметров, вы можете поступить таким же образом, я смотрю, что шарики у нас вот в таких баночках, а на баночках написано выстрел, то есть я это увидел в онлайн гипермаркете, я такой думаю, а для чего же они используются? Оказывается, для рогаток, а поскольку рядом со мной, буквально в 500 метрах находится охотничий магазин, я, недолго думая, забегаю туда и спрашиваю, ребята, какого диаметра есть шарик, они говорят, есть 10 миллиметров, есть 8 миллиметров, есть стальные, а есть стеклянные, я специально приобрел стеклянные, тоже вам их покажу, и сейчас расскажу одну такую вещь, шарики эти не очень ровные, как бы они для наших целей с вами нормально подойдут, но в целом не очень ровные, стеклянные шарики у нас цвета коричневого, и коричневый цвет не очень будет заметен на вот этой фанерке, ну, на хедейке, вот, поэтому, как бы мы в данном случае будем использовать блестящие шарики, но если бы мы их купили с вами в магазине подшипников, они были бы идеальны, просто ровненькие, красивенькие, эти все-таки видно, что их просто покрыли чем-то, они неоднородные, но нам сойдет, у нас с вами обычный стенд, стоит это удовольствие 160 рублей за 50 штук, нам надо 12, короче, сколько стендах вы еще можете собрать, я вам рассказал, мне лайк, и погнали собирать дальше, собственно, что нам необходимо будет сделать первым, я сказал, что мы ничего не будем собирать сейчас на клей, кроме основания, потому что с основанием мы тут его уже сто раз разбирать не будем, вот такое оно есть, нам его необходимо склеить, чтобы у нас конструкция наша стояла, все остальное мы просто соберем в данном случае на стяжке, протестируем, если все ок, соберем на болты, если захотим, склеим, ну, пока не хочется, погнали делать, ну, друзья, вот такая у нас штуковина получилась стенд, с которым мы дальше можем с вами работать, давайте посмотрим, как он, собственно, выглядит, как вся эта штука работает, и в противоположную сторону, согласитесь, выглядит достаточно интересно, и уж точно завораживает, если детям такую штуку дать в руки, то это лучше, чем в руках, совсем ничего, а еще вы это делали вместе, и за вполне бюджетные деньги. Вопрос в чем? Вопрос в том, что, конечно же, не обошлось без нюансов, поскольку я и говорил, что это же только прототип, а вам-то я выложу, если вы попросите в описании, макеты нормальные, уже поправленные, то здесь у нас ситуация следующая. Во-первых, я изначально все планировал клеить, и, конечно же, я, когда переделал макет, совсем забыл, что здесь у нас будет некая ширина. Сейчас мы используем стяжки, но в планах использовать вот такие скрытые крепления, они вот так вот выглядят, достаточно аккуратно и красиво, но у них тоже есть толщина, и благодаря тому, что здесь я шайбы совсем никакие не предусмотрел, они бы затирали. Окей, это мы с вами исправим. Далее, когда мы с вами раздвинем вот эти направляющие, нам нужно будет переделать вот эти отверстия, потому что, видите, сейчас я раздвинул, оно все работает, криво-косо, это самое важное, что оно хоть так работает, потому что у многих сейчас вообще ничего не работает. Это мы тоже поправим, буквально по щелчку пальцев, но чуть позже. И еще, у многих будет вопрос, чем ты клеил основание, и вообще, чем лучше клеить HDF, сразу отвечая на образ. Знаете, вот такой клей, который вы можете купить в любом магазине, мы покупали, по-моему, в Leroy Merlin, он называется Titan, используется для приклеивания пенополистироловых уголков к потолку, или вот этих панелей, всеми любимых в некое время. Очень удобно. Налили, неважно куда, HDF он склеивает, а вот если видели, что я руками размазал, это не из-за того, что у меня такая технология, лень вставать. Правильно, потому что надо снимать микрофон, вы так не делаете, но с рук он легко отклеивается, вот так берешь, чик, и отсоединяешь, все, никакого вреда. Вот, и это даже успокаивает периодически, поэтому таким клеем можно пользоваться, стоит он тоже совсем недорого по сравнению с другими, никакого вреда организму или окружающей среде не наносит, поэтому стол легко отмывается, поэтому я ничего не использую. Больше по изменениям мы вносить ничего не будем. Конструкция получилась вполне себе нормальная, и поскольку я не в учебном заведении, меня и основание устроит. В целом, можно эту штуку потом просто прикрепить к какой-нибудь тяжелой фанере, чтобы ее уже не сдвигали, она находила какое-то стационарное место. В нашем случае это мобильная конструкция, чтобы вы могли переносить между партами, еще где-то, мы ее оставляем таким образом. Вот. В качестве пластика в данном случае мы используем пэт, это очень хороший материал, он гнется, его тяжело сломать, лучше бы использовать, конечно же, если вы будете делать много таких стендов, можно акрил, потому что он режется тем же лазером, вот, либо другой прозрачный материал, где-нибудь толщиной миллиметра два, три, вот, тогда он уже не будет гнуться, но при этом то количество креплений, которые я тут затеял, и толщина миллиметра, точнее, толщина пэта в один миллиметр, вполне себе рабочее решение, если надо заменить, и разбить его точно невозможно, просто со временем он будет такой, немножко поцарапанный, потому что материал достаточно мягкий, но, как бы, меня вполне устраивает, я думаю, что и вам сойдет, учитывая, что он продается большими листами, которые вы можете свернуть, да, и подмышкой утащить куда вам угодно, хоть на автобусе, хоть в метро, хоть по почте, неважно как. Далее, про шарики, я вам тоже сказал, стоит почти ничего, да, как три буханки хлеба, приобрели, и, собственно, наслаждаемся тем самым, что у нас еще и большое количество осталось. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу, а тем временем я вам демонстрирую готовую конструкцию, которая уже собрана на нормальные болтики, и выглядит очень классно. Па-бам! Ну, согласитесь, совсем другое дело. Вот именно этот макет, если наше видео наберет какой-нибудь хотя бы интерес, давайте там 100 лайков тех же самых, я выкладываю, и мы с вами, собственно, переходим к следующей подделке, потому что, поймите меня правильно, мне тоже надо тратить время на создание этих макетов, на то, чтобы договариваться с ребятами, тратить их время, и какие-то никакие, но бюджетные деньги, которые где-то надо заработать. Поэтому лайк это совсем ничего. Вы посмотрели, понравилось, шлепанете, нет, ну, поставьте вы дизлайк, или напишите комментарий. Все, с вами был Александр, канал Есть Вопрос, увидимся с вами в нашем телеграм-канале, до новых встреч, и пока!